итак всем привет с вами Дабгай и мы продолжаем играть в Age of Imperialism за Россию если вы еще друг не подписаны обязательно подписывайтесь а мы же тут продолжаем нашу реальную мировую войну воюет абсолютно каждая страна в мире кроме Афганистана и кроме империи Цин почему Китай еще не вошел в войну я не знаю в теории должны войти за нас плюс у них видите уже эмбарго на Германии есть что кстати говоря хорошо потому что мы выкачиваем из них кучу ресурсов ну как выкачиваем покупаем не очень по выгодному курсу на самом деле я думал бы что стоит добавить какой-нибудь бафчик чтобы нам было подешевле покупать потому что мы все-таки помогали в гражданке ну ладно это уже подробности единственное еще Швеция и Афганистан решили не вступать против нас в войну посмотрим может это их и спасет поехали также я решил старую авиацию перевести так давайте проверим чтобы у меня везде было да день и ночь старые истребители я перевожу в Францию старые штурмовики я также перевожу в Францию и будем помогать так Непал опять капитулирует но там ничего нового как говорится хотя бы так будем помогать это все еще такие нормальные истребители они конечно не хорошие но видите размениваться мы можем иссощать Германию мы будем ими тоже а тяжелую же истребители здесь делают так сказать тяжелый истребительский зажим истребителей да 2300 на 51 размен конечно прекрасный меня более чем устраивает параллельно с этим уже начинаются некоторые битвы с немецким флотом он начинает терять свои корабли и я думаю Германия рано или поздно теряется свои конвои и плюс-минус и флот наверное мы и потопим уже очень мало у нее кораблей так что она будет полностью изолирована от всего мира несмотря на то что казалось бы она сделала такой целый большой альянс имеет какие-то колонии где-то имеет какие-то союзников на других континентах но все равно она все так же остается изолирована и наша горнострелковая армия успешно пробивается сквозь итальянские линии обороны Италия не может ничего к нам противопоставить и мы готовимся уже к наступлению на юг будем потихоньку пытаться капитулировать саму Италию здесь капнула Венесуэла это кстати приятные новости это один из наших соперников здесь кстати нам не дают американцы топить ничего окей тогда сделаем вот так так и быть американцы вы здесь немножко на море походи ничьейся сейчас мы думаю дотопим немецкий флот хотя это практически уже случилось еще чуть-чуть давайте подождем и переведем наш флот с одного с американцами покажем американцам как настоящий флот надо делать и что флот это на самом деле русское слово ну конечно константливать вот мы просто проносим моментально еще и авиация здесь работает говорится реально кто там подумал что это хорошая идея взять и вступить к Америке Валент Салат еще к Германии можно подумать может немцы бы обещали там найти помочь что-то туда-сюда но к Америке который находится на другом потерь и не имеет ни единого вообще солдата здесь как бы понять Америку ну можно они такое любят но византийцы блин ну это звучит очень глупо а вот Италия уже в руинах здесь мы просто разбиваем последнее какое-то сопротивление и да я думаю тут Германия уже не представляет угрозы я думаю даже наверное французы с ним справятся хотя конечно французам доверять ну да тут у них одни эсминцы они вряд ли пойдут генеральное сражение хотя вон там я вообще авианосцы выбил и мы даже вообще сели чиниться у французов правда правда у нас чинить нормально ладно давайте тогда починим наш флот единственное возьмем себе скорость починки я не уверен что это так работает но наверное да хотя не точно в любом случае починимся нам да тут есть что починить можно было бы даже сделать как-то пожалуй вот так и пойти сейчас пораспределять все наши корабли и вот этот скорость ремонта мне больше нравится мы будем чинить очень много кораблей параллельно добиваем также вот эти вот итальянские острова чтобы здесь никто ничего не сделал опять сиро мандра курьеров зовут но это им удача даже если конце помоги тогда в наступление переходит но это против американцев тут как бы вопросов нету понятно что вряд ли они смогут нормально что-то воевать и мы выбиваем почти все из северной африки прекрасно потихоньку фронт становится таким более понятным а вот афганистан вступил войну и дата мы идем наступление на шведы пока что не решаются не решаются афганистан решился и шведы такие не ну видимо все-таки были правы так эта армия освободилась теперь что я наверное я хочу сделать во первых я куда-то сюда отправить а во вторых так я уже немножко потерялся вот она получается здесь 1 2 у нас здесь все ребята из этих армии ладно тогда так как я хотел сделать наверное не очень сделать можно но что точно можно сделать давайте наконец сделаем какой-то такой более-менее единый фронт и на нем уже будем что-то придумать что у меня войска по удобнее перебрасывались танкеры я пожалуй переброшу куда-нибудь вот сюда чтобы сделать еще один так называемый славянский зажим а вот и падение рима подъехала небольшое окружение здесь эти войска у меня все переходит на юг здесь не хватает войске надеюсь союзники меня прикроют пока я пойду добивать италию нефти периодически под закупаем когда кончается и при этом еще пал париж я вижу блин ну что-то французы конечно да как обычно дает понять о том что надо бы наверное начинать тот самый зажим но у нас войска еще немножко перемещаются надо чтобы они побыстрее в позиции заняли у нас также освободился вот этот корпус полностью и наша вовочка монштейн едет в париж и до самолета кончаются но кончаются лишь старые самолеты новые то появляются тех и не так много ну что ж я наверное буду просто перебрасывать вот отсюда хотя господи какие здесь конечно размены страшно смотреть и еще да конечно же продолжаем а по gd потому что наши войска едят много надо чтобы у них всегда это еда было ну и что войска здесь прибыли потихонечку сейчас вручную будем выпивать германию обратно освобождать париж русских говорится входит в париж и посадит его потихонечку давайте сразу в париж в париж ну-ка прекрасно и сигарета у нас немножко иногда что-то кончается но это по мелочам вот и флота строится совсем скоро я думаю мы можем уже сделать вот так объединить его выставить его вот сюда пожалуй куда-нибудь также у нас тут что у нас здесь вообще происходит сейчас панатский канал заберем себе кстати говоря после этого выбьем наверное вот эту небольшую такую некрасивую кляпу и потом отсюда пойдем и наконец-таки цин передал нас вместе союзниками мы вместе будем непобедимы до китай наконец-таки принял сторону только опасная граница с врагами видимо поиска не поставил она ничего ничего так тут ряд нам что-то куда-то помогать я все буду призвать кроме канады потому что канаду если призовем она умрет все остальное меня в принципе устраивает и начинай моему же галочку на танках наших пора сконцентрировано вот начать наступление я думаю на этот сказать участок фронта мы выделим еще побольше всей авиации потому что именно здесь у нас сейчас будет сконцентрирована вся наша сила и все наши бои и пойдем в прорыв так вот сюда прибыл я единственное что делаю отделяю корабли которые надо чиниться я по ощущениям какой-то бой уже принял ну-ка раз поищем зажимаем уже панамский канал еще потеряются некоторые некоторые господи немецкие американские дивизии и надо будет помогать и вижу уже вот сюда бежать тоже в мексику высаживаются мы такого позволить не можем здесь я наблюдаю что войск практически нет вообще под парижем у врагов поэтому почему бы их пойти не задушить и также я хочу до выбивать вот здесь вот все войска поэтому наша авиация вот отсюда переходит вот сюда добиваем остров и средиземного моря будет практически полностью безопасно это армия градострелковая пойдет я думаю выбивать швейцарию ситуация все приятнее приятнее вообще даже здесь кто-то еще вас к начал британцы между есть паренетка британцев и вот и на правительство вы знание давайте теперь вот сюда выбивать американцы здесь а также мы теперь можем начать здесь рейдить просто по полной потому что наш вот здесь вот еще сейчас дачи не свою вернется но в целом он уже и таком состоянии боеспособен будем потихоньку пытаться что-то догонять и вот так вот разбивать да вот допустим на 20 сменцев просто с куста потихоньку мы их разобьем всех а вот у нас еще и бронетранспортеры самые современные прелесть и танковый прорывку с успешен уже ваш почти мы капнули польшу все стало совсем немножко и кстати говоря и ядерные технологии у нас перед покуда будут готовы это прекрасно но наверное пока что я еще не буду строить ядерные реакторы я вряд ли вообще до них доиграю но попробуем по крайней мере а мы сюда отправляем еще одну гранд стрелковую почти что армию и вот это гранд стрелковая уже на месте здесь ребята тоже на месте так что россия спасает европу нам-то говорят что канада делают супероружие но канада это наша паренетка так что не волнительно на самом деле и так как же как же немцы просто перемалываются наши самолетах нашим всем 3 миллиона мы нанесли им и всего пять с половиной уже немцев потеряно в этой кровополитной войне ну кайзер не собирается останавливаться мы тоже и я вижу что мы поскольку реально по выбивали уже часть флота я уже даже подкачу вот потому что начинаю строить еще больше непосредственно подлодок эти заканчиваются которые настроились про строить новые уже третьего левела с лучшими торпедами единственных радаров них нету к сожалению но пока что так и теперь они не отступают чтобы наш вот этот всегда захотел битву если враг решает их преследовать больше никакие подлодки отступать не будут они будут только ждать нашего флота ой тут произошло вот что прекрасная игра прекрасные механики у меня сломался фронт потому что югославия сделала югославскую румыния не знаю как видимо каким-то решением или чем это конечно и врагу немножко кашу добавила неприятных элементов скажем так но и нам в том числе так что я пожалуй наверное используют танки чтобы добить это окружение которое в итоге получилось а пехота пускай вся идет содержать границу а вот и мексиканцы вот отсюда сейчас будут полностью выбиты мы опять таки авиацию двигаем не забываем и здесь подлодки работают я не думаю что не смогут нормально отступить кроме того мы сейчас и порты займем так что эта выставка полностью и окончательно провалена с падением этого порта будет конечно же что будет я думаю очень скоро а вот и падение польши кстати говоря это тоже для нас прекрасная новость окружение ликвидировано германия потеряно 7.7 миллионов уже немцев но кайзер даже не замечает ну что время очередного прорыва и куда он будет я думаю было бы неплохо наверное как-то эти горы обойти может конечно просто в германию пойти но но хотелось бы во франции также используют наши танки здесь я думаю мы как-то вот таким вот образом идем куда-то вот сюда давайте-ка вот так сделаем чтобы пойти все вот эти вот неприятные горы и сюда у нас уже готовится вторая танковая армия тоже современных танков если я не очень уверен какого генерала им дать но я дам наверное просто герал который баф нет меня механ как бы ну да что мне еще делать и его назначим уже сюда и конечно и будет больше чем нужно генералов весь но плевать целом плевать отправляются они в бой прошли не под некоторое обучение нормально можно повоевать эти ребята также могут начинать пробовать альпы на вкус и по ощущениям вкусно может не по вкусу вкусно но вкусно по сути вкусно пробиваемся да прекрасно а вот и ликвидированное вторжение американцев а вот мы зажимаем потихоньку сейчас вот эти войска здесь поджимаем бёрн создавать знаете как мы сделаем вот такой какой-то план сказать оттуда пушит эти ребята у меня же здесь есть немножко пехоты которая да не имеет приказов давайте что вот это отправим я здесь вот зажимал африку немножко можно в принципе продолжить здесь тоже помогать нашим союзникам из блага удобно наступать просто в одну сторону вот эта армия действительно что она может сделать кстати я точно вижу мы можем сделать это соединить фронт что было бы неплохой идеи после чего пойти добить это окружение ладно тут тоже забиваем на лимит присоединяем эту армию к фронту общему и подлодки отправляем уже вот сюда будет еще один флот подлодок королевство италия второй раз капитулирует где бы 1 не хватает италиянцы хотят показать что я прям ну но точно капнули в принципе говоря под сломался можем этим воспользоваться не знаю почему венгрия вроде не капло или это передалось италии а потом ну а не знаю но в случае знаю что мы можем начинать снова наступление и до перебросим конечно же перед этим авиацию нужной регионы принципе даже параллельно с этим также здесь в альпах мы добиваем швейцарию а начало мне капнула но вот-вот капнет и до фронт фронт сыпется германия по всем параметрам проигрывает еще и фронты у нее ломаются это конечно и мне неприятно но в первую очередь неприятно им про сейчас не имеют везде снабжения так от быстрки мы их спасли у нас сейчас есть как говорится два стула пойти добить вот эти огрызки либо пойти на север мексики и пойти в америку наверное все таки сначала пойду добью огрызки чтобы у меня отсюда войскам точно были так сказать в безопасности в свободное я нажал атаковать и сразу мои союзники подбайтились на атаку в любом случае это авиация пускай помогает здесь держит американцев я здесь еще авиабас настроил и как я вижу не только я ими пользуюсь что даже хорошо в принципе ради этого я их и строил а вот и кап афганистана здорово говорится он был такой большой но кровь это все здесь национальные а вот и кап и вот мы сейчас подобиваем всю азию и швеция все-таки не выдержала все-таки германия сломила ну и да и пошел славянский зажим ну что поделать тут все говорят танки наконец-таки дошли до позиции я так полагаю они решили видимо да они пошли через всю африку потому что здесь есть сухопутный путь вместо того чтобы поплыть ну ладно так или иначе мы сейчас здесь тоже зажимаем немцев окружение здесь окружение некоторые тут сейчас еще в индии в общем на всех фронтах все очень активно и при этом успешно я думаю это самый хороший момент чтобы использовать взлом данных вот окружение готово можно посадить еще третью агрессивность на самом деле все добивают здесь ребята тоже пушит кольцо вокруг германии все сужается немецкое кольцо также сужается я вижу у немцев тоже современные кита танки но уже немножко поздно их наверное уже немножко мало а может под берлином если да мы взяли берлин прелесть лапса рейхспакта уже просто маящи над горизонтом и тут еще небольшая швейцарская кстати говоря смотрите-ка диаспора можно сказать немцев ну да надо с ней разобраться а тут не только немцев тут в основном кстати говоря шведы забавно но ничего сейчас здесь не останется никого и что наши противники потеряли 18 миллионов это только рейхспакт 11 миллионов из которых германия да просто супер остатчительная война по людским ресурсам но от этого только веселее верно и кап да как настал время делить рейхспакт и конечно же мы я предполагаю получим примерно все и так мир заключен я еще немножко конечно помог всякие такие вот неудачные моменты где по одной правке забираю забираю что-то поменял и в целом вот так вот у нас граница мы имеем бельгию нидерланды большую часть германии отдали конечно же французам ринскую область потому что ну как бы наши друзья италия также падает под французскую юрисдикцию но вся центральная восточная европа наша африку мы кое-как делим я бы сказал что-то типом центральная восточная мои сильно наверное вот это тоже вот так намного лучше из нашей территории как сказать меня и моих союзников вроде эфиопии вроде португалия с португалии мы также тут немножко не переделили афганистан дали неплохие территории и как так вот все выглядит в азии и в европе остается лишь разобраться с малой проблемой америка прям туда полностью вот эту армию танковые армии полностью вот эту армию и палача станцию территорию и вот этот корпус продолжает здесь воевать горн стрелков можно взять отправить вот сюда до воевать в общем сейчас по мелочам что-то до распределим кажется такой массовой переброской войск на начало не хватать конвоев но проблема постепенно решится здесь короче говоря будем просто добивать все авиации работаете в 1300 наших прекрасных самолетов и урон да здесь такой добрый рано или поздно просто но они не смогут на атаки сдерживать и скорее рано чем поздно да так и есть авиация это просто работает верно ну и происходит такая небольшая миграция в северную америку нескольких миллионов русских как я говорил за себя вы так и не спадут не знаю может это можно было как-то убрать по-другому но по ходу нет и это на самом деле странно и что наши войска да и нажимаю галочки я призываю наконец-таки канаду войну она отказывается гениальный мув до отказа реально гимов просто тыщики также что авиацию забрасываем но из авиации это точно поедет что любая так а тут еще и танки нашин да вот пишется красная но это фейковая информация как только наша авиация носят один удар дивизии просто стираются такие благодаря махинациям с игрой я мог сделать то что я должен и так быть в состоянии делать но это не новость что-то ломается постоянно так что мы просто починили и идем дальше все америка не имеет ни одного конвоя один какой-то канал это честно эти частная яхта президента чтобы вырвать свалить полностью заблокирована наши агенты везде видят все мы уже скоро возьмем у вашингтон и с вашим господин вашингтона пойдет вся лига наций тут еще есть австралия и канада забавная но мы с ними в один момент разберемся и не смотрите к империи цен взяла и высадилась в австралазии как приятно для нас и вот она америка подожди еще не капал да вот сейчас будет тот самый кап 4 миллиона потерь ты нас нашу сферу контроля этот очень странный ивент у нас нет варианта сказать нет мы ничего не дадим или у нас есть вариант типа просто заплатить им эти понимаю именно деньги или что это новый договор какой-то либо передать им территории я в них вкладывал как говорится поэтому нет ну территория давать точно вернет хотя непонятно что мы платим кто его знает а и продолжается да и договор остается в силе вообще странные винтики они просто так отжимать территории даже не дает так не наш что очень странный ивент если честно мне кажется они недоработаны как-то потому что это варианты не рассматриваются примерно никакие и наконец ким без снабжения добили канаду если лишь добить австралазию и америку вот америка и пола говорят такие это мы просто не в себе были теперь мы в себе можем забрать все территории ну что я уже добил там австралию и наконец-таки наступил амир весь мир в одном альянсе это приятно наблюдать на самом деле и здесь это не супер душно бывает на разных фронтах конечно целом можно было бы игнорировать это но я думаю это забавно и в целом концепция мода неплохая и вот и работали так что я думаю мы по проходим за другие страны мышцы сыграй в комментариях писать за какие пройти в первую очередь но с вами был долгой обязательно подписывайтесь если еще не подписаны лайк комментарий то есть кратбусте все ребята в описании до скорых встреч всем пока